В универсальном спорткомплексе Подмосковья состоялись игры зонального первенства Московской области, организованного в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол-школу». Участвовали футбольные команды 72-х школ, интернатов, гимназий и лицеев со всей Московской области. Возраст мальчишек и девчонок от 11 до 18 лет. Это победители второго зонального этапа. Проводились эти этапы в 8 муниципальных образований, в 8, скажем так, зонах. Это Латышино, Фрязино, Котельники, Озера, Климовск, Лобня. Соответственно, каждый победитель вышел сюда на этот этап. Здесь мы проводим соревнования, определяем одного победителя в каждой возрастной категории, который будет предоставлять Московскую область в финале этого соревнования России. Первая игра турнира выдалась по-настоящему зрелищность. Со счетом 4-2 выиграли ребята из Павловской гимназии города Истры. Капитан команды Иван Ушацкий оценил эту победу весьма сдержанно. Конечно, могло еще лучше. Я и сам сыграл не в свой лучший футбол. Да и команда чисто на своих ошибках пропустила мячи. Мы могли сыграть в сухой матч. В футбол они возле дома играют, как вы думаете? Я думаю, да. Ну, в маленьком возрасте больше, сейчас, наверное, меньше, потому что взрослые становятся, интересы немножко меняются. Но так, конечно, иначе бы они не были такими футболистами. Соревнования ежегодные. Их в 16-й раз проводят для мальчишек и девчонок, для которых футбол просто увлечение. Для участия в первенстве есть специальные условия. Дети допускаются к состязаниям, если они не занимаются футболом постоянно, в секциях и спортшколах. Учителя физкультуры отметили, что они хотят развивать в своих подопечных не только спортивные способности, хотя они совсем не против, чтобы в школьных командах появились новые футбольные таланты. У мальчишек потенциал, конечно же, присутствует. Все зависит от многих факторов, с какими они будут сталкиваться по жизни в целом. Сейчас, пока они маленькие, пускай получают удовольствие. Вот ездят на такие турниры, большие, красивые, получают форму. Поэтому сейчас самое главное, чтобы здоровые были и что-то делали. Играли до этого, в таких первенствах, хоть раз в жизни. В таких больших первенствах еще не играли, но сегодня будем и докажем себя. Победители турнира получили право участвовать во всероссийском финале проекта «Минифутбол в школу». Его планируют проводить в городе Городец Нижегородской области 17 марта. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.